Сегодня стало известно, когда будет открыто движение по одной из самых важных и долгожданных автомобильных развязок в Московской области. Мост через реку Нару в Серпухове запустят уже в декабре, то есть на полгода раньше запланированного срока. Об этом сообщил губернатор Подмосковья. Андрей Воробьев осмотрел стройку в Серпухове. Пока же автомобилистам приходится делать огромный крюк и стоять в пробках. Но эта стройка далеко не единственная. Сейчас по всей области возводится множество дорожных развязок, которые позволят разгрузить проблемные участки. Как, например, на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске или в Балашихе на железнодорожных переездах. И это лишь часть грандиозной работы. Иван Прозоров с подробностями. Нервы крепкие. Терпим, ждем. Ждет уже не первое поколение водителей, когда рассосется, кажется, вечная пробка около Красногорска. Население подмосковного города с начала 2000-х выросло почти вдвое, до 160 тысяч человек. Но основной трафик упирался в этот светофор. При реализации и открытии рабочего движения на эстакаде данный светофорный объект будет ликвидирован. То есть данный транспортный узел поедет беспрепятственно, без светофорно. Здесь строится не одна эстакада, а целых три. Проект развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе обеспечит пропускную способность 60 тысяч машин в сутки. Реализация первого пускового комплекса у нас намечена на четвертый квартал 2018 года. А реализация в целом всего объекта в третьем-четвертом квартале 2019 года. Новые подмосковные власти взялись развязать транспортные узлы в регионе, который развивается на глазах. Болевые точки на карте Подмосковья, пересечения железной дороги и автомобильных путей, так называемые ЖД-переезды, построенные еще десятки лет назад, сегодня уже не справляются с более интенсивным движением электричек, растущим числом машин. Чтобы избавиться от этих мертвых зон на карте региона, сейчас активно строятся вот такие автомобильные переезды. Этот в Балашихе откроют в следующем году на оживленном Горьковском направлении железной дороги. Электрички ходят примерно раз в 10-15 минут. Железнодорожный переезд был открыт в течение порядка 4 часов в день. Все остальное, к сожалению, закрыто. Поэтому для местных жителей этот проект, конечно, необходим. Таких проектов уже реализовано немало. В 2014-м появились развязки в городе Долгопрудный у поселка Чкаловский в Щелковском районе. В 2015-м обход поселка Авиационный. Он разгрузил участок Каширского шоссе. В 2016-м закончена реконструкция трассы М1 Беларусь. Построен южный обход Подольска вместе с новой развязкой. Итоги действительно ударной пятилетки. 36 новых дорог и развязок. 22 путепровода. Всего 350 километров транспортных артерий. В этом году планируют приступить к еще 30 масштабным проектам. И 17 объектов обещают сдать уже до 2020 года. Один из них – мост в Серпухове, который последнее время был в плачевном состоянии. Переправу закрыли на реконструкцию два года назад, после того, как масштаб проблемы лично оценил губернатор Подмосковья. Понадобилась замена несущих балок. Сегодня Андрей Воробьев вновь осмотрел мост через реку Нару, которая скоро перестанет разделять районы. Долгое время мост находился в аварийном состоянии. Мы вынуждены были в один прекрасный день просто опустить шлагбаум. Для жителей это был шок, потому что тот, кто раньше добирался домой за 5 минут, вынужден тратить 30-40 минут. Оперативные службы, пожарные, скорая помощь доехать не могут. Это, конечно, колоссальные неудобства. Мы реализовали программу, смысл которой капитальный ремонт или строительство нового моста, который мы видим сейчас в Серпухове, очень важного. В ближайшее время он будет запущен. В декабре все работы завершатся. Андрей Воробьев отметил и жителей Подмосковья, которые помогают властям искать проблемные точки. Три года назад заработал портал Добродел и, по сути, стал электронной жалобной книгой Московской области. С его помощью удалось отремонтировать вот этот участок Масовихинского шоссе неподалеку от Балашихи. Голосовали и мои друзья, родственники и так далее, ну и, наверное, жители данного района, потому что дорога была в очень жестком состоянии. Красота настоящая. Дорога ровная, красивая. Вчера я написала жалобу Добродел, сегодня утром появилась зебра. Удивительно. Такими удивительными для жителей темпами за последние пять лет удалось отремонтировать 8400 километров дорог. Это больше половины всех, что есть в регионе. И по таким дорогам запускают все больше обновленного общественного транспорта. Только новых автобусов за пять лет закупили почти 4500. Средний возраст в автопарке снизился примерно вдвое. А еще появилось 96 современных электропоездов. Это позволило проложить 112 новых пригородных маршрутов. Чисто, спокойно, комфортно. Вот возвращаемся с внуками. Тут удобное кресло, тут столики удобные, тут можно играть. Понравиться жителям должны совместные мегапроекты. Под Москвой есть столица, центральные диаметры, электрички, которые позволят проскочить через всю Москву за 40 минут, а еще центральная кольцевая автодорога. Магистраль пройдет в 50 километрах от МКАДа и разгрузит прилегающие трассы. Достроить ее планируют в 2025-м, но первый участок уже открыли в прошлом году. Иван Прозоров, Александр Шамне, Анна Грознецкая, Елена Штоколова, Виктор Аверин и Александр Горностаев. Первый канал.